Спортплощадка в парке Харинка не пустует даже в дождь. Ее установки добились областные ветераны на средства гранта, чтобы на свежем воздухе могли тренироваться пенсионеры. Чем они и занимаются. Сегодня к масштабному кроссу нации готовятся активисты клуба любителей бега «Автокрановец». Объединение для пенсионеров существует больше 30 лет. Тренировки проходят каждое воскресенье с 8 до 10 утра. А через клуб нас прошло более 100 человек. Получили путевку в большой спорт. У нас кузица кадров спортивных. И у нас уже проходили Людмила Калинина, которая сверхмарафонец, заслуженный мастер, которая прошла за сутки 247 километров. Ее рекорд до сих пор не побежден. Бегуны на заслуженном отдыхе всем видом показывают, что на пенсию можно выйти от работы, а от спорта нельзя. И призывают других людей третьего возраста вступать в стройные ряды легкоатлетов. У клуба «Автокрановец» много заслуг и достижений. За их плечами 23 сверхмарафона. Бежали они по России, Белоруссии и Германии. Возраст тут роли не играет среди активистов и те, кому едва за 40, и те, кому давно за 70. Кто не работает, там все равно надо двигаться, больше ходить особенно. Вот у нас на стадионе, там в «Энерго», там некоторых просто ходят, пенсионеры. Видно, они старше меня. Просто позавидуешь им. Потому что я еще не достиг такого возраста, как они. Я бегу, но все равно думаю, вот у них возрасте, может, тоже придется ходить так же. Они ходят быстро так, энергично. Стать спортсменом никогда не поздно. Нужно лишь получить справку о здоровье, принести ее председателю клуба, и можно приступать к тренировкам. Пенсионеры для разминки занимаются игровыми видами и аэробикой. Занятия проходят в залах и на улице, невзирая на капризы погоды. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.